Девушки отдыхают Я понимаю, что это, с одной стороны, звучит как-то подозрительно, с другой стороны, ну вот есть определенные роли, есть определенный драматургический и литературный материал, от которого не отказываются. Когда тебе предлагают, ты, ну, будешь полным идиотом, если ты откажешься. Если ты неравнодушен к своей профессии, если ты чего-то хочешь, то ты, конечно, будешь соглашаться. Клянусь, я никогда в жизни не была фанатом Теннесси Уильямса. Я никогда, вот, казалось бы, в институте, когда мы имеем возможность выбирать вообще все, что хочешь, сыграть все, что угодно, оторваться по полной программе на всю оставшуюся жизнь, меня никогда не тянуло в эту сторону. Хотя у меня на курсе, там, кто-то брал и трамвай желаний брали. Мы конкретно про эту пьесу говорим сейчас. Вообще про Уильямса, их брали разные, и в частности, трамвай желаний как-то почему-то, наверное, я просто была глупая, молодая и глупая, наверное, так, но не трогало меня это. И вот как-то, по-моему, это как раз был, наверное, одиннадцатый год, мне позвонили и летом, и сказали, что вот мы вас хотим пригласить, что у нас вот есть спектакль, мы не будем лукавить, он у нас уже идет. Это Миллениум был, да? Это спектакль, да, это мне позвонили из вот такого театрального объединения, которое называется Театр Миллениум, и пригласили в спектакль трамвай желаний на роль, ни много ни мало, на роль бланш. А, все-таки на главную роль изначально. Да. Причем дальше уже были озвучены конкретные даты, конкретные гастроли, и я сказала спасибо большое, давайте я подумаю, потому что, ну, потому что. Причем это спектакль, который я, так скажем, я в курсе была, когда его выпускали параллельно, это было еще там до этого года за три, за четыре, спектакль, который в свое время под себя сделала Алена Бондарчук, и, в общем, со своей какой-то историей, я подумала, ну, не знаю, не знаю, но ведь вот такая предательская наша актерская природа, что когда какая-то информация вот такая творческая в тебя попадает, вот в твой мозг, вот семечко, оно брошено, оно начинает жить, да, там, оно начинает жить, это непроизвольно, начинает там прорастать, и вот там, ковыряясь в каких-то хозяйственных делах, там, то в огороде, там, что-то, я как раз у меня был двухнедельный отпуск, я была где-то там в деревне, нет же, вот я все равно, у меня в голове это все крутится, мысли вспоминают вообще, я вспоминаю все-все-все, что я про пьесу знала, естественно, я ее тут же скачала, перечитала, и я поняла, что все, процесс идет, никуда мне от этого не деться, и подумала, что, ну, не буду я вот той дурой, которая откажется, потому что, естественно, тоже, знаете, когда это, во-первых, когда ты работаешь в таком театре, как Линком, есть определенная точка отсчета, есть определенная система координат, есть определенная ватер-линия, ниже которой ты себе не позволяешь опускаться, есть вообще некий камертон, я как-то даже не выдержала, я сказала Марку Анатольевичу, что... Поясню, что Захарова, ну, для зрителей, да. Да, Марк Анатольевичу Захарову, да, нашему мастеру, нашему художественному руководителю, что я уже испорчена тем, камертоном, который прозвучал в начале моей творческой деятельности, и теперь, ну, как, это действительно является некой точкой отсчета, поэтому, с одной стороны, материал, да, вопрос, как это все решено, там, кто партнер, и так далее, и так далее. В партнерах Алексей Гуськов, прекрасный артист, Саша Носик, Денис Матросов. Гуськов Стэнли играл, да? Да, Гуськов играл Стэнли. Главное, да. Я посмотрела спектакль, и я увидела, что это абсолютно, так скажем, классическое прочтение, это очень достойная красивая декорация, такой прям реально строится трамвай, который и как сразу, и как квартира, и как дом. Тогда там же в конце в трамвай и уводят, собственно, планшет. То есть там это все, это, с одной стороны, очень образно, с другой стороны, это не вычурно, это не какое-то там переворачивание, знаете, как, если уж говорить про трамвай, что его не ставят вот так вот на там, на этом, это антенна, да, или как она называется. Ну, в общем, какие-то там рога не ставят, как у троллейбуса, да, там, вот, это нормально, он стоит на своих рельсах, и при этом это какой-то очень хороший образ. Ну, в общем, красиво, все красиво, все убедительно. Поставил спектакль Александр Марин, человек с прекрасной школой МХАТовской, и, в общем, как-то все мне очень там понравилось, и я с удовольствием приняла это в результате приглашения, я ввелась в этот спектакль, и, как обычно, когда это, тем более, ввод, репетиционный процесс, он не очень растянут во времени. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.